Как же понять, что написано в компрессорной карте к турбине? И подходит ли она на твой двигатель? Сейчас мы с этим разберемся. Я сегодня подготовился и распечатал целую кипу компрессорных карт разных времен. Начиная последними гаретовскими и заканчивая теми картами, когда их рисовали еще инженеры, а не маркетологи. Я думаю, оправданно изучать карты с последних моделей, например, G-serie G25-660. Потому что эта карта создана для людей, которые не слишком инженеры, и по ней гораздо проще понять, на что же способен этот компрессор. У меня эта карта напечатана на листе, ну а для вашего удобства я ее продублирую здесь. Посмотрим на эту карту и разберемся, что же здесь все-таки написано. Начнем с осей. Вертикальная ось у нас это степень повышения давления. Это та величина, на которую будет умножено наше входящее давление на входе в компрессор. То есть не нужно от этой цифры отнимать единичку, как это рассказывают. Чтобы проще было понимать, просто представьте, что на эту цифру нужно умножить давление, и это будет правильно. Если вы захотите построить какую-то сложную установку с несколькими компрессорами или с нагнетателем, то вот эта цифра будет гораздо объективней. Это множитель, и это правильно. Если на входе в компрессор у нас 100 кП, то есть атмосферное давление, то множитель 2 даст нам 200 кП или 1 бар избыточного давления. Если, допустим, у нас воздушный фильтр съедает 10 кП, то на входе мы будем иметь уже 90 кП, а если мы умножим эту цифру на 2, то это получится 180, или всего лишь 0,8 бар избытка. Ось снизу показывает нам скорректированный массовый расход воздуха. Это сделано для удобства. Для удобства в том плане, чтобы человек мог легко понять, на какую мощность способен данный компрессор. 10 фунтов в минуту дают 100 лошадиных сил. Это общепринятая цифра, это возможно исключение вариаций различной, на каком топливе, на спиртовом, на нитрометане, еще на что-то. Но в целом общепринято, что на обычном товарном бензине 10 фунтов в минуту дают 100 лошадиных сил. Именно поэтому маркетологи стали делать карты с корректированным массовым расходом воздуха. Потому что если мы посмотрим на карты старые, например от тех же турбин TD-04, то там не массовый расход воздуха указан, там указан объемный расход воздуха. И это правильно, потому что компрессор не имеет массового расхода воздуха, он имеет только объемный. А в массовой его пересчитывают только для удобства. Так как воздушный компрессор может иметь только объемный расход воздуха, то соответственно плотность воздуха напрямую будет влиять на это значение. Если у нас горячо на впуске, то скорректированный массовый расход будет уже другой. То есть мы будем находиться в другой точке на этой карте. Это тоже важно для понимания. Если на входе 60 градусов, а не 20, то и точка работы турбокомпрессора будет смещена вправо. Посмотрим же теперь на само пятно эффективности компрессора. Оно у нас имеет ряд ограничений. Слева мы ограничены зоной помпажа или сурж-зоной. Компрессор не может работать в этом режиме продолжительное время. Он просто выйдет из строя, потому что возникают пульсирующие нагрузки на крыльчатку и подшипники компрессора. Чем больше вход компрессора, индюсер, тем больше у нас будет область помпажа слева. Справа снизу это зона низкой эффективности. Обычно она отчерчивается по 60% КПД. То есть менее 60% КПД считается неэффективной зоной. Не нужно выбирать турбокомпрессор таким образом, чтобы на вашем двигателе он попадал в эту зону. А если все же это случилось, то значит вы получите минимальный прирост производительности двигателя. Островки с цифрами обозначают КПД компрессора в данной зоне. Чем она выше, тем меньше нагревается воздух и тем ниже у вас противодавление. КПД напрямую влияет на температуру выходящего воздуха из компрессора. И также КПД влияет на противодавление. Чем ниже КПД, тем больше усилий нужно приложить на колесо турбины для достижения этого значения. Подбирайте турбокомпрессор таким образом, чтобы в рабочем режиме он находился в зоне максимальной эффективности. Это идеальный вариант, не всегда так получается, но тем не менее до 70% в принципе ок. Линии, которые подписаны тысячными цифрами, 65 тысяч, 95 и так далее, это скорость вращения вала или ротора турбокомпрессора. Сверху наша карта лимитируется именно этим значением. Его крайне нежелательно превышать. Производитель указывает эту цифру, потому что он знает и уверен, что на этих оборотах ротор вместе с компрессорным колесом способны выдерживать центробежные силы и не разорваться. Если вы будете превышать эти обороты, то скорее всего ваш турбокомпрессор выйдет из строя. Холодная крыльчатка обычно растягивается, цепляет корпус компрессора и происходит трах-тарабах. Также может сломаться вал турбокомпрессора, да что угодно. Не превышайте эти обороты, это максимальный лимит ротора компрессора. Вот у меня, например, есть две карты, которые от турбокомпрессоров Гараджи 25660 и GTX 3071 Gen2. GTX 3071 Gen2 имеет колесо компрессора 71 мм по X-Ducer. Его обороты ограничены 140 тысячами. G25660 имеет всего 67 мм и его максимальные обороты уже составляют 165 тысяч. Если бы мы рассматривали еще более мелкие турбинки, то их обороты были бы еще выше. Как же понять, подходит ли компрессорная карта к вашему двигателю? Ну вот так, навскидку, чтобы сильно не копаться, потому что это тема для другого ролика, и я хочу это тоже сделать. Ну так, навскидку. Допустим, у вас есть двигатель атмосферный, который имеет мощность 150 лошадиных сил. Очень вероятно, что при увеличении давления во впуске до 1 бара избытка, мощность этого двигателя увеличится в 2 раза и будет уже не 150, а 300 лошадиных сил. Посмотрим, где же мы будем находиться на карте компрессора, на примере G25660. Так как 10 фунтов в минуту у нас равно 100 лошадиным силам, то, соответственно, 300 фунтов в минуту у нас будет равно 300 лошадиным силам. Нам эта точка и нужна. И поднимаем на степень повышения давления 2. Как видим, что при турбине G25660 мы будем находиться в хорошей зоне эффективности. Попробуем увеличить давление еще больше. Скажем, будем использовать 1,5 бара избытка. Получается 375 лошадиных сил, то есть почти 40 фунтов в минуту. Смотрим на карту, 40 фунтов в минуту, поднимаемся на 1,5 бара избытка, степень повышения давления 2,5. И мы попадаем в самую зону эффективности, самым высоким КПД. То есть будем иметь минимальное противодавление, минимальную температуру от компрессора и максимальную эффективность. Вот таким незамысловатым образом можно прикинуть по компрессорной карте, насколько турбина подходит под ваши желания и ваши запросы. Но, например, производитель Гарретт указывает не только компрессорные карты, но и характеристики самой турбины. Эти карты уже имеют совершенно другой вид. По этим картам мы можем сравнивать турбины между собой. Я также себе распечатал две эти турбинные карты от производителя Гарретт, от GTX серии GTX 3071 R-Gen2 и G25 660. Итак, что же мы здесь видим? Мы видим, что G серия обладает максимальной эффективностью турбины в 76% по сравнению с 72% на GTX серии. То есть можно предположить, что на модели G25 будем иметь меньше противодавления, чем на модели GTX 30. Также, глядя на эти карты, мы можем предполагать, как у нас изменится отзывчивость турбокомпрессора. Если мы возьмем корпус больше, то у нас будет больше пропускная способность и меньше отзывчивость. А насколько меньше и насколько будет позднее спул, как раз и можно прикинуть по этим турбокартам. На примере модели G25 мы имеем, что на горячке 0.72 у нас скорректированный расход 20 фунтов в минуту, а на горячке 0.92 у нас 24 фунтов в минуту. Соответственно, я могу предположить, что на корпусе 0.92 спул позднее будет примерно на 20%. Также не будем путать спул и турболаг. Если спул это выход на заданное давление на высокой передаче, то турболаг это когда мы едем уже на оборотах, где мы знаем, что у нас есть возможность получить полное давление. Турболаг это время, которое проходит между полным нажатием педалей газа и выходом на заданное давление при нужных оборотах. Как я уже говорил, что масса вращающегося ротора вместе с компрессором очень сильно влияет на турболаг. Если мы сравним две эти турбины G-серии и GTX-серии, то G-серия имеет меньший размер, а следовательно я могу предположить, что она имеет меньший вес. Соответственно, турболаг у нее, скорее всего, будет тоже меньше. То есть, чтобы сопоставить эти турбины по выходу на буст, мы можем сказать, что G-серия должна обладать корпусом 0.72, а GTX-серия должна обладать корпусом 0.63. И то GTX-серия будет более производительной и, скорее всего, немножко медленнее в спуле. Ну и напоследок, как я и говорил, старые карты от турбин TD-04. В этих картах указан объемный расход воздуха вместо массового. А как это все пересчитать, я сейчас расскажу. CFM, кубический фут в минуту, это единица объема. 100 CFM равно 7,4 фунта в минуту. А 0.1 кубометра в секунду воздуха в пересчете у нас будет 15,3 фунта в минуту. Я надеюсь, я смог донести, каким образом компрессорную карту можно прикинуть к своему двигателю, не вдаваясь в какие-то сложные расчеты. То есть, зная мощность атмосферного мотора и умножив ее на степень повышения давления, мы примерно должны понимать, в какой точке компрессорной карты мы будем находиться. А уж как быстро турбина сможет выйти на заданное давление, зависит по большей части от горячей стороны, от горячего корпуса и от ротора трубокомпрессора. Ну и напоследок я бы хотел поблагодарить всех тех, кто поставил лайк на предыдущих видео или оставил свой комментарий. Спасибо большое. Ребята, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, говорите мне, в чем я не прав, как надо было сделать правильно и я буду исправляться, я готов. Всем спасибо, пока.